итак наша завершающая часть и сейчас мы будем рисовать блики объем состоит из теней и бликов мы получается блокируем всю нашу работу чтобы блики не смешивались с тенями пока что потом мы добавим все это в общую группу и так что мы делаем мы берем нашу кисть и раньше у нас был эффект умножения теперь эффект осветления а по-моему все равно надо потом еще отдельно ставить эффект но не суть да и мы дадим какое-нибудь название то есть блик по крайней мере нам так будет понятнее мне так будет понятнее именно в дальнейшем работать берем кисть и делаем все то же самое что мы делали с тенями только теперь осветляем так ну давайте где-нибудь вот тут так сделаем ее потоньше то есть примерно вот таким вот образом будет наше осветление то есть я думаю понятен это тоже можно менять толщину и прозрачность до делая ее более мягкой и сейчас таким образом я пройдусь по всей работе и это тоже добавит какой-то такой прям объем и глубину мы уже добавили до сделать более свежую что ли нашу работу сейчас я ускорю и увидимся а и я ориентируюсь конечно же на фотографию да то есть какие блики на фотографии конечно это уже не один в один это уже не срисовка это просто скажем так арену ориентируясь ориентируясь что вверх у нас блик внизу тень примерно так и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот мы и закончили, в общем-то, нашу девушку. Давайте ее сгруппируем. Получается у нас окрашивание, то есть цвет один слой, а тени другой цвет. В данном видео мы нарисовали с помощью... Окрасили, точнее, с помощью кистей. А в следующем видео мы окрасим ту же самую девушку с помощью меж. Заодно сравним, посмотрим, насколько будут отличаться работы. Если мы окрашиваем с помощью меж, будем уже ориентироваться на более такой реалистик. И вот так вот имитация акварели. Это, конечно, абстракт, но это очень красиво. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, видео было полезным и интересным. И всем пока!